Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Сегодня мы с вами поговорим на тему организация обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в образовательной организации. Одной из групп обучающихся ОВЗ является группа детей с расстройствами аутистического спектра. Мы с вами уже знаем, что рас это расстройство развития нервной системы, которая характеризуется нарушением социального взаимодействия, общения и наличия именно органических интересов и повторяющегося поведения. Конечно же в данную группу входят дети очень разной категории, именно по выраженности нарушений, а также, конечно, различаются по уровню психического развития. Введенный в 2016 году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, обучающихся именно с ограниченными возможностями здоровья, впервые предоставил возможность обучения всех детей с расстройством аутистического спектра, независимо от выраженности нарушения развития именно в образовательной организации. Вследствие этого стало то, что в настоящее время значительно увеличилось количество детей с расстройством аутистического спектра, которые поступают в школу, в том числе в образовательной школы. Согласно мониторингу, который был проведен Федеральным ресурсным центром по организации именно комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра, количество учащихся с аутизмом, оно с каждым годом увеличивается. И вот вы на экране видите, что по данным 2018 года это количество составляло 13 тысяч 14 человек, то есть детей. Но в 2022 году это число намного увеличилось, стало составлять 31 396 человек. И несмотря на то, что авторы данной аналитической справки говорят о том, что эти данные не являются полными, даже вот по констатации данных цифр, да, статистических данных, мы видим, что, конечно же, наблюдается рост количества учащихся, вот можно даже сказать, два с половиной раза в последние четыре года. Эти данные вы по ссылке можете посмотреть, провести там анализ по годам, да, начиная с 2018 года. Скоро будут как бы опубликованы данные за 2023, да, 2023 год. Вот можете обратиться, посмотреть, если вы где-то выступаете, там методические объединения, да, эти данные можно будет использовать. При этом значительный рост именно числа школьников с расстройством аутистического спектра, он не сопровождается увеличением количества специалистов сопровождения. То есть мы с вами увидели, да, что количество детей с каждым годом увеличивается с данной категорией расстройства, а количество специалистов, которые работают с данной категорией детей, это педагоги, да, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, фьюторы, которые сопровождают, дефектологи. Данных специалистов катастрофически не хватает. И это приводит к тому, что количество специалистов именно сопровождения детей с расстройством аутистического спектра приходится на одного вот аутичного школьника, да, конечно же, оно снижается. А нехватка специалистов, мы с вами все знаем, ведет, конечно, к низким результатам данной категории детей. Поэтому так важно, чтобы все сотрудники школ, в которых обучаются дети, сразу, да, понимали, какими должны быть вот эти специальные образовательные условия для того, чтобы обучение данной категории детей, она была эффективной. Не то, что, допустим, программы разработаны, да, вроде бы и специалисты есть, и дети в специальных классах обучаются, многие обучаются как бы со здоровыми детками, но в любом случае для нас важен результат, результат, то есть можем мы оказать помощь в обучении и воспитании данной категории детей. Внедрение именно идей инклюзивного и интегративного образования в практику образовательных школ, да, позволяет предоставить равные возможности получения образования детям с расстройством аутистического спектра наряду с нормально развивающимися сверстниками при создании учреждений в специализированных условиях обучения. То есть мы все с вами понимаем, что для детей с расстройством аутистического спектра желательно и нужно в образовательных учреждениях создавать специализированные условия обучения. Только в этом случае мы можем с вами достигнуть поставленной цели и решить запланированные задачи. Что же такое инклюзия? Инклюзия сейчас очень много пишут, очень много проводят различных методических семинаров, научных семинаров, и мы должны это отражать в программах. Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется как включение детей с ОВЗ именно в образовательную деятельность, который выражается в реформировании школ, выражается в том, что нужно проводить перепланировку учебных помещений таким образом, чтобы они могли отвечать нужным и потребностям всех без исключения детей. Речь идет о понятии, которое касается принципа организации обучения, при котором все воспитанники учатся совместно со своими сверстниками в образовательном учреждении по месту жительства. Принцип инклюзивного образования, конечно, состоит в том, что разнообразие различных потребностей учащихся с ОВЗ, они должны соответствовать такой образовательной среде, которая является наименее ограничивающей, которая наиболее будет включающей детей именно в образовательный процесс. Активное развитие инклюзивной практики в России в образовании в последнее время приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все более сложные категории детей с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. И в частности, дети с расстройствами аутистического спектра. Дети с расстройствами аутистического спектра, они представляют собой особую категорию детей с ОВЗ, которые, конечно же, нуждаются в специальной организации образовательного процесса. По данным, на 2018 год распространенность расстройства аутистического спектра, оно составляет около 1% детского населения. Ну и в последнее время, как мы видим, наблюдается тенденция именно к увеличению детей с данным расстройством. С чем же это связано? Это, конечно же, связано с увеличением количества определенных факторов, которые могут привести к эндогенным, органическим, психогенным заболеваниям, а также с улучшением диагностических мероприятий в современном мире. То есть на сегодняшний день диагностика и медицинская, и психологическая, и педагогическая, она помогает нам на ранней стадии выявить данную категорию детей и, конечно же, начать работу с ними. То есть определенные специалисты начинают работать для того, чтобы помочь ребенку социализироваться, помочь родителям в воспитании и, конечно же, помочь педагогам, воспитателям в воспитании, в обучении. Но здесь можно выделить основные проблемы детей с аутизмом. На сегодняшний день пять основных, как бы, выделяется положений, именно основных проблем детей с аутизмом. Первое – это нарушение речи. Второе – низкий уровень развития социальных навыков. Третье – сенсорные особенности. Четвертое – особенности развития в когнитивной сфере. И пятое – социально неприемлемое поведение. Это самые такие ярко выраженные проблемы. То есть большое количество детей, которые имеют расстройство аутистического спектра, они располагаются в этих рамках. Но, конечно же, каждый ребенок с расстройством аутистического спектра, он индивидуален. И работа с ним должна, как бы, проводиться не по шаблону. Почему? Потому что у ребенка данной категории, конечно же, есть еще и дополнительные трудности, дополнительные проблемы. Так же, как и дети с задержкой психического развития, но с аутизмом здесь свои сложности есть. Важно помнить, что расстройство аутистического спектра, оно подразумевает асинхронию развития. И вот исходя из этого, мы должны понимать, что нет двух одинаковых детей с расстройством аутистического спектра. И что каждый ребенок, который имеет данный диагноз, индивидуален. И он всегда развивается по своему собственному сценарию. Мы не можем, как бы, предвидеть, предполагать. Каждый ребенок индивидуален в своем развитии. И в основе психолого-педагогической характеристики контента, обучающегося с аутизмом, конечно же, лежит классификация Никольской, которая выделяет четыре основные группы аутичных детей совершенно разными типами поведения. Те, кто работает с данной категорией детей, я думаю, вы знакомы с работой Никольской. Если нет, то я, как бы, внизу предлагаю вам ссылку, где можно будет ознакомиться, почитать и использовать в своей деятельности профессиональной. Но здесь вкратце мы можем проговорить, какие же это группы выделены, да, Никольской. Согласно клинико-психологической классификации, которая разработана была Никольской, выделяя четыре основные группы аутичных детей в зависимости от характера и степени нарушений взаимодействия с внешней средой. Первую группу мы можем отнести, значит, детей с какими характеристиками. Первая группа, она характеризуется отрешенностью детей от внешней среды. У них низкая потребность в социальных контактах, несформированность элементарного поведения и низкая психическая активность. Вторая группа детей отличается более высокой психической активностью, борьбой с тревогой, страхами. И здесь еще в демонстрации идет именно повторение одних и тех же слов, фраз, стихотворений. Третья группа детей, она характеризуется аутистическим замещением внешней среды, патологическими влечениями с пристрастиями. Здесь может быть конденсаторные какие-то фантазии, зачастую имеющие агрессивное содержание. И четвертая группа характеризуется сверхтормозимостью с внешними воздействиями. Вот это четыре основные группы аутичных детей, которые представлены в данной классификации по признаку зависимости от характера и степени нарушений взаимодействия с внешней средой. Каждый из перечисленных вариантов, конечно же, он отличается по тяжести и характеру аутизма, отличается по степени дезадаптации ребенка, отличается по возможностям в процессе социализации. Эти группы, они представляют собой ориентир не только для оценки глубины дезадаптации ребенка с аутизмом, но и, конечно, динамики нормализации развития взаимодействия ребенка со средой. Выделение же этих четырех групп позволяет дифференцированно подходить именно к организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Диапазон выбора именно программы образовательного маршрута чрезвычайно широк. Здесь от возможности освоения ребенком массовой программы и обучения при специальной поддержке в обычной школе до необходимости формирования специальной индивидуальной программы образования. То есть данная классификация, она нужна для того, чтобы мы могли определить, какой же образовательный маршрут построить для ребенка с расстройством аутистического спектра для его воспитания и обучения. Дети, имеющие расстройство аутистического спектра, как правило, они проходят обучение в коррекционных школах. Но, конечно, и там находятся они на надомном обучении, что усугубляет именно проблемы коммуникации и социализации детей. В дальнейшем они не имеют возможности социализироваться, они не имеют возможности раскрыть свой потенциал, многие не имеют возможности устроиться на работу и как бы всю жизнь находятся на иждивении государства. А их родители, конечно, вынуждены многие оставить работу и посвятить свою жизнь уходу за детьми, по воспитанию, по обучению. Большинство детей с аутизмом, несмотря на все их особенности, имеют сохранный интеллект. Многие имеют. И, конечно же, если интеллект сохранен, они способны обучаться в обычной школе, они способны получить образование и в дальнейшем поступить в колледжи или даже в высшие учебные заведения с охранным интеллектом. Всех детей с аутизмом объединяет трудности в общении и социализации. Для того, чтобы научить их общаться и научить общество с пониманием относиться к особенностям детей с аутизмом, конечно же, необходима система, которая с детских лет сможет обеспечить постоянное взаимодействие и постепенную адаптацию данной категории детей сначала в школьную жизнь, а затем уже во взрослую жизнь. Этой системой является инклюзия. На сегодняшний день имеющийся данный практический опыт обучения детей с расстройством аутистического спектра показывает, что для этой категории детей должны быть разработаны и внедрены различные модели обучения, которые позволяют максимально реализовать их право на получение адекватного их возможностям и способностям образования, которое позволяет реализовать потенциал этих детей. По федеральному закону об образовании каждый ребенок имеет право получить соответствующее образование. Важно, конечно, при этом помнить, что задача не может быть решена только методом административных решений и тем, что просто включить детей с особыми образовательными потребностями в школьный класс. Наиболее перспективной формы школьного обучения аутичного ребенка она представляется как постепенная, индивидуально дозированная и специально поддержанная интеграция в группу или класс детей с отсутствием или меньшей выраженностью проблем коммуникации, возможности которых на данном этапе оцениваются как сопоставимые с его собственной способностью к обучению. Организация школьного обучения детей с аутизмом, конечно, она требует определения, именно соотношения форм специального образования и интеграции в общеобразовательную среду соответствующего их особым образовательным потребностям, то есть учитывая выделенную классификацию по четырем группам. Таким образом, организация школьного обучения детей с аутизмом, она требует определения, именно соотношения форм специального образования и интеграции в образовательную среду соответствующего их особым потребностям. Для организации обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра именно в образовательной организации, конечно же, необходимо создавать специальные условия. Кроме потребностей, которые свойственны детям с ОВЗ, у детей с расстройством аутистического спектра еще существуют специальные потребности. Первое – это постепенное и дозированное ведение ребенка в ситуацию обучения в классе на начальном этапе обучения. Следующее – это наличие структурированной пространственно-временной среды. То есть, как мы ранее говорили, специализированная обстановка, специализированная среда. Что же это такое пространственно-временная среда? То есть наличие комнаты отдыха, которая обеспечивает возможность вывода ребенка с расстройством аутистического спектра из напряженной ситуации, где он может спокойно отдохнуть. И постоянное место в классной комнате. Следующее – это дозированная поддержка организации пребывания ребенка в школе тьютором. Затем коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков, которые связаны с трудностями в переодевании, посещении столовой, туалета. Специальная организация перемены с созданием условий для отдыха ребенка с расстройством аутистического спектра, с постепенным вовлечением в общение с одноклассниками. Создание комфортных эмоциональных условий обучения, то есть ровный тон учителя на уроке, без перепадов и резких смен настроения у учителя, предсказуемость и упорядоченность. Специальная поддержка в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации, то есть умение выразить свое отношение, согласие или отказ, поделиться впечатлениями, обратиться за помощью. Конечно же, это индивидуальное занятие с педагогом для того, чтобы отработать форму адекватного учебного поведения, умение выступать в общении с педагогами и учениками. Конечно же, это специальная коррекционная работа по осмыслению и упорядочению индивидуального жизненного опыта. В работе с ребенком с расстройством аутистического спектра в школе создают специальные условия. Первое условие – это организация образовательного пространства. То есть желательно и должна быть организована зона индивидуальной работы и отдыха. То есть игровая комната должна находиться рядом с классом. Зона релаксации и отработки форм развития коммуникации. То есть комната работы с психологом. И, конечно же, все это располагаться должно рядом с классом. Зона для развития речи, где ребенок может заниматься слогопедом. Кадровые условия. В процессе обучения ребенка с расстройством аутистического спектра, конечно, ведется комплексное сопровождение, которое состоит в систематической работе педагога, психолога, тьютора, логопеда, дефектолога, социального педагога. Вот такое сотрудничество различных специалистов, оно позволяет вырабатывать и реализовывать единую стратегию развития, воспитания, обучения ребенка с ОВЗ и организацию поддержки его семье. И вот изучение методической литературы, различных там курсовых подготовок, оно позволяет познакомиться с спецификой именно образовательных потребностей детей с расстройством аутистического спектра. Та категория специалистов, которые работают с детьми с расстройством аутистического спектра, конечно, они должны пройти определенные курсы. Это особая категория детей, и изучение, воспитание, обучение данных детей, она немного различается от остальных детей, которых мы относим к категории ОВЗ. Повышение качества образовательного процесса. Одним из наиболее важных условий для эффективного проведения занятий, конечно же, является создание поддерживающей образовательной среды, которая учитывает особенности обучающегося ребенка с расстройством аутистического спектра. В школе нужно создавать среду, которая ориентирована на особенности конкретного ребенка. Во-первых, это четкая пространственно-временная организация учебного процесса и минимизация визуальных и звуковых стимулов, которая учитывает истощаемость и сенсорную гиперчувствительность детей с расстройством аутистического спектра. Должно быть постоянство и предсказуемость. Предусмотрено присутствие на занятиях пьютера, который хорошо знает обучающегося с расстройством аутистического спектра и может поддержать его при возникновении сложной для ребенка ситуации. Новая какая-то ситуация, конфликтная, трудная. Комплекс наглядных методических методов, которые мы используем для обучения и воспитания детей из данной категории. Здесь у нас условия какие? Визуализация режима дня и плана урока. То есть расписание план позволяет ребенку сразу структурировать свое поведение, упорядочить свою деятельность на уроке и вследствие этого избежать многих страхов, которые сопутствуют данного ребенка. Наглядное подкрепление учебной информации и инструкции. Весь учебный материал, он подкрепляется визуальным рядом. То есть соединение абстрактных понятий с образами, символами. Визуализация производственных терминов. То есть, извините, произнесенных терминов. Визуализация. Использование образцов выполнения. Извините. Здесь мы о чем говорим? То, что процесс научения, он, конечно же, начинается не с вопроса, как вот со здоровыми детками, да, а процесс научения детей сразу, он начинается с демонстрации ожидаемого результата. Моделирование действий. То есть демонстрация того, как должно выглядеть это действие. Образец ответа. Пример ответа на вопрос. Визуализация правил поведения на уроках для более, скажем, успешной адаптации к школьным правилам, конечно же, должна быть только, должно быть только актуальны на данный период времени правил. В данный период, какие правила необходимо усвоить ребенку, эти правила и демонстрируются. Социальные истории, которые сопровождаются рисунками, фотографиями, которые показывают пример поведения в социальном взаимодействии. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра. Здесь индивидуальная корректировка объема задания, помощь в переходах от одной деятельности к другой, для того, чтобы избежать стресс и чувства дезориентации. Побуждение к самостоятельному поиску информации. Ребенок сразу затрудняется в проявлении инициатив. Об этом нужно всегда помнить. Обучение на работе в паре, в группе, так как общение в группе, оно предъявляет дополнительные требования к ребенку с расстройством аутистического спектра. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра. Здесь что мы выделяем? Это, конечно же, адаптация устной речи. Необходимо принимать во внимание трудности, которые связаны именно с нарушением развития речи и коммуникации при расстройстве аутистического спектра. Избегать нужно иронических выражений в работе с данной категорией детей. Работа над обогащением словаря. Необходимо специальное обучение абстрактным понятиям. Обучение ответом на вопросы. Здесь не использовать перефразирование. Предлагать четкий, короткий ответ на вопрос, который он мог бы в дальнейшем использовать в своей жизни. Предлагать ребенку ответить на тот же вопрос несколько раз в течение дня, для того, чтобы помочь усвоить схему ответа. Адаптация текста. Упрощение должно быть не только по форме, а по акцентированию значимых для осмысленного восприятия текста понятий, связей, дополнительный разбор сложных слов и морфологических оборотов. Применение информационных технологий и различных технических средств обучения с детьми с РАСС. Пространство, в котором обучаются дети данной категории, оно должно быть комфортным. Комфортным именно для коммуникации. Упорядоченность в компьютерных программах, оно повышает эффективность учебного процесса в работе с детьми с РАСС. Трудности овладения письмом для таких детей могут быть разрешены с помощью программ Word. То есть если письменно писать по каким-то причинам у ребенка возникают серьезные трудности, то в этих целях мы используем технические средства. То есть печатать, да, ребенок печает с помощью программы Word. Развитие коммуникации у детей с расстройством аутистического спектра. Главная проблема детей с расстройством аутистического спектра, конечно же, это нарушение коммуникативных навыков. Они не могут выразить свои потребности. Если, допустим, родители еще как-то могут понять своего ребенка, чего хочет их ребенок, да, то при общении с незнакомыми людьми у детей сразу возникают большие трудности. Зачастую их не понимают. И вследствие чего ребенок начинает нервничать, может проявлять агрессию, раздражительность и другие свойства, да, своего характера, черты характера. Способность коммуникации у детей с рас развивается иначе, чем у сверстников. Обычно оно начинается позже и происходит медленнее и неравномерно. Оно может развиваться пережением или, может быть, даже отставание в разных аспектах. Иногда кажется, что ребенок не слышит, когда к нему обращаются. Реагирует только на часть высказываний и воспринимает все буквально. У некоторых детей с расстройством аутистического спектра слова и выражения звучат не для того, чтобы вступить в диалог, а являются повторением услышанных ранее фрагментов речи. Например, высказывания других людей, фразы из рекламы могут быть, из фильмов, знакомых стихов или рассказов. Это эхолалия, и она часто не является коммуникацией. То есть ребенок повторяет услышанное, то, что он запомнил. Также могут возникать трудности в развитии невербальной коммуникации. Например, ребенок не смотрит на собеседника, использует меньше жестов или вовсих не использует. С трудом интерпретирует жесты и выражения лист других людей. Некоторые дети с аутизмом могут хорошо произносить звуки, но при этом говорят слишком тихо или слишком громко. Ребенку с аутизмом может быть крайне трудно начать диалог самому. Трудно продолжить общение. Сложно подобрать слова. Ему очень трудно сформулировать мысль. Поделиться эмоциями – это очень сложно. У типично развивающихся детей, здоровых, формирование разных коммуникативных функций происходит в процессе общения. Ну а детям с РАС для их развития нередко может понадобиться специальная помощь, то есть помощь специалистов. Серьезные дефициты в области коммуникации у детей с РАС, они приводят к фрустрации, к нежелательному поведению. Почему? Потому что ребенок не может выразить свое желание или нежелание. Поэтому он злится, он может бросить предмет, он может ударить человека. Если не научить ребенка тому, как вежливо привлекать внимание других людей, он это будет делать доступными способами, которые доступны для него. Он может это выразить в форме каприз для того, чтобы привлечь внимание. Протесты, истерики могут быть, агрессия может быть. Однако, конечно, ребенку важно дать понять, что коммуникация должна быть взаимной. А для этого, конечно же, нужна дополнительная мотивация. То есть нужно обучать детей поведение. Некоторым детям сразу нелегко передавать сообщение о чем-то абстрактном и не присутствующем в поле его зрения. Они с трудом различают события прошлого и будущего. Им может понадобиться дополнительная помощь, чтобы рассказать данные конкретной ситуации о другой ситуации. В таких случаях хорошо работают зрительные подсказки, напоминалки. Социальная коммуникация, как один из ключевых дефицитов, одинаково трудна для всех детей с рас, включая тех, у кого хорошо развиты речевые навыки. Выражение чувств, понимание точки зрения других людей. Они требуют обучения именно в специальных игровых ситуациях. Например, мы предлагаем ребенку представить, что он находится в такой ситуации. Но опять же, такие игровые ситуации, они должны проводиться обученными специалистами. для того, чтобы познакомить с поведением данной ситуации, потом для запоминания, и в последующем, чтобы ребенок сразу мог продублировать, применить полученные умения и как бы сформировать как навык. Ну, конечно же, это очень длительный процесс. Ключевое условие успешной коммуникации – это умение говорить по очереди, которое также нередко приходится отрабатывать на примере различных ситуаций. Результативность методов и технологий, которые применяются в работе с детьми рас. У учащегося с расстройством аутистического спектра наблюдается положительная динамика в развитии познавательных способностей, в соответствии с особенностями развития. Наблюдается устойчивая положительная динамика эмоционально-личностного развития. Положительная динамика социально-психологической адаптации учащегося с рас. Конечно же, повысится уровень социальных контактов, взаимодействия с одноклассниками, с учителями. Уровень эффективности учебной деятельности. Ученик вовлечен в работу школьных и городских кружков. Учащийся с рас вместе с учащимися класса принимает активное участие в школьных, городских, региональных конкурсах. По результатам внешней оценки родителей в школе создан благоприятный психологический климат и, конечно, качество преподавания оценивается на достаточно хорошем уровне. То есть, вот если, допустим, представленные выше специальные условия в учреждении, образовательном учреждении, они будут как бы внедрены, готовлены специалисты и разработаны определенные программы обучения в соответствии с ФОС, то, конечно, результативность методов, технологий, они будут налицо. То есть результат будет положительным. Таким образом, учет именно особенностей организации образовательного процесса, он позволяет достигать положительной динамики к качеству усвоения адаптированной программы. Необходимо продолжать работу по адаптации и, конечно, социализации ребенка. И как рекомендация здесь может быть то, что использовать методы и технологии в работе с ребенком сразу, учитывая индивидуальный образовательный процесс. Здесь еще раз хочется сказать о том, что каждый ребенок с расстройством аутистического спектра, он индивидуален. И, конечно же, при разработке адаптивных программ желательно и нужно учитывать именно образовательные индивидуальные потребности. Вот мы с вами проговорили, вспомнили. Все специалисты, которые работают с данной категорией населения, с данной категорией детей, вы, конечно же, знакомы. Я хотела бы, чтобы те источники, которые предложены в данной презентации, вы с ними познакомились и как бы в будущем в реализации, в подготовке различных программ использовали. Так, и здесь были вопросы. Сейчас посмотрю. Слишком высоко ушло. Сейчас найду этот вопрос. Так, мы будем слушать о школе или детском саде. Здесь образовательная среда, образовательное учреждение. Детский сад – это также дошкольное образовательное учреждение, где дети развиваются, воспитываются и также получают определенные умения для дальнейшего освоения образовательных программ в школе. Так, у меня в группе три ребенка сразу. Ну, значит, у данной категории детей интеллект не нарушен, да? Если они в детском саду находятся в группе. Ну, Ольга, вопрос, да? Хотелось услышать, как объяснить родителям, чтобы они поняли и приняли, что им ребенку нужна помощь. Но сейчас многие родители, они освещены, и я думаю, даже если у ребенка, допустим, есть какие-либо, ну, скажем, первичные отклонения от нормы, их можно заметить уже в младенческом возрасте, допустим, до года. Категория детей с расстройством аутистического спектра, она диагностируется. Если родители наблюдают за своим ребенком, даже за грудным ребенком, там есть определенные симптомы, которые могут говорить о том, что ребенка желательно, что сделать? Показать специалистам. И я думаю, многие родители как бы освещены, очень много статей, и в детских поликлиниках очень много различных плакатов, которые раскрывают данную проблему. Но если есть родители, которые не принимают, здесь не принимают, да, как бы отклонения, нарушения своего ребенка, здесь, в принципе, нужно сначала, я думаю, поговорить к психологу, если родители готовы слушать. Психолог сможет как бы объяснить, почему у их ребенка есть то или иное, скажем, отклонение или нарушение. Ну а дальше как бы направляются к другим специалистам, которые могут выявить, продиагностировать конкретно, какая сфера страдает у данного ребенка. Ну почему рождаются такие дети? Мы на сегодняшний день как бы не в силах предотвратить рождение таких детей. Они с каждым годом будут рождаться такие дети, и их будет все больше и больше. Поэтому нужно что делать? Самим как можно больше почитать, научиться работать с данной категорией детей. И медицина до сих пор, скажем, не дает таких явных, скажем так, ответов на ваш вопрос. Но здесь генетика, генетическая, медицинская составляющая рождения таких детей. И вопрос еще, Елена, стоит в том, что в утробе, как бы в утробе мы не можем диагностировать, а есть ли у ребенка, скажем, отклонение расстройства аутистического спектра. Хотя сейчас медицина, вы знаете, да, женщина может сдать анализ на ранней стадии, как бы оплачивается, дорогое удовольствие, но как бы анализы сдают на то, что есть ли какая-либо патология в развитии ребенка. И там есть несколько показателей. Я не медик по образованию, но такие анализы существуют. И там есть некоторые показатели, которые могут предполагать, что ребенок может родиться с расстройством аутистического спектра. Но опять же, мы медики даже не могут гарантировать, насколько точны эти исследования. Потому что на сегодняшний день все это изучается. Какие методы исследования, оценки эффективности образовательных интервенций для детей могут быть использованы для постоянного улучшения качества образования и поддержки? Дмитрий Бузыльевич. Здесь у вас вопрос. Как бы сейчас, даже и в интернете вы можете найти, проводят очень много конференций, не только для ученых, и для специалистов, которые непосредственно работают с детьми. Раз, есть специализированные методические рекомендации, где как бы определяется несколько вариантов именно составления программ, адаптивных программ, где вот из, как бы в этих программах прописываются, какие методы использовать, какие средства, скажем, какие специалисты должны работать, да, для, и потом там еще дается как бы критерий оценки результативности. У вас какие методы исследования и оценки? Ну, вот критериальные критерии метода исследования. Допустим, если программа адаптирная подготовлена, она внедряется, и на каждом определенном временном этапе выполняется контрольный срез. Контрольный срез, он проводится для того, чтобы именно определить эффективность данной программы образовательной. Если мы по этому срезу видим, что как бы нет результата, значит, нужно что делать? Где-то корректировать, вводить новые технологии и обращать внимание на то, что, скажем, по критериям, почему нет динамики. как объяснить родителям, что отрицающим проблемы. Отвечая на ваш вопрос, как объяснить то, что родители, получается, отрицают, что у них ребенок особенный, но это уже объяснять будут. Сначала родителям, конечно, нужно обратиться к медикам. Здесь как бы медицинские работники выявляют причину, проблему ребенка, а воспитатели, учителя, уже как бы психологи и все другие специалисты. мы работаем с тем, чтобы помочь ребенку, в данном случае, образовательные, в образовательном процессе, для того, чтобы он смог адаптироваться и получил соответствующее образование, обучение по своим потребностям. Каковы наилучшие практики для вовлечения родителей и опекунов? Здесь, конечно, Дмитрий, каковы наилучшие практики для вовлечения родителей и опекунов. Вот когда разрабатывается программа, специализированная для обучения ребенка сразу, там в этой же программе прописывается, как работать с родителями. Родителей также обучают. Специалисты не могут работать только с ребенком, там и с родителями работают. Почему? Потому что основное, большее количество времени ребенок же проводит с родителями. Поэтому есть специализированные, можно сказать так, не школы, а курсы для родителей организуются обычно для того, чтобы как воспитывать детей с расстройством аутистического спектра. Сейчас очень много различных федеральных грантов, программ, которые, скажем, реализуются. И дошкольно-образовательные учреждения, школы, они как бы выигрывают эти гранты, выделяется, скажем так, большая сумма денежных средств на реализацию этих проектов. Там вот и вкладывается обучение. Конечно, это очень сложная проблема. Я в свое время 2011 года занималась этой проблемой. В 2012 году при университете мы создали научно-образовательный центр, где работа, ну как бы, что делали, пытались организовать работу именно по воспитанию, обучению детей с рас. Но в то время скажем, в начале 21 века, в основном били тревогу родители. Родители детей, у которых был такой, скажем, диагноз. Почему? Потому что интеллект не нарушен, значит, ребенку нужно постараться что-то делать. Помочь адаптироваться в социуме, помочь в освоении образовательных программ. те учащиеся, с которыми мы работали, они уже выросли. Их родители, вот три мамочки, они являются руководителями таких центров в нашем городе. и одному ребенку получил высшее образование. Но благодаря, скажем, поддержке мамы, благодаря, скажем так, спонсорской поддержке, федеральным проектам, эти центры смогли организовать такую среду образовательно развивающую и помочь многим детям с расстройством аутистического спектра. И их опыт сейчас как бы что делается, применяется в других центрах и за пределами нашей республики. Так, как понять, что у ребенка расстройство аутистов? Я просто педагог. Ну, то, что здесь диагнозом, да, вот по классификации, да, там как бы у нас нет четко не прописано расстройство аутистического спектра. Родителям очень сложно как бы получить скажем, это же ребенок с ОВЗ и если постановка диагноза, то как бы там все связано с инвалидностью, да, с оплатой, пенсия и для того, чтобы вот родителям, у кого дети причисляют категории раз, да, им очень сложно почему, потому что там нужно пройти очень много различных обследований, исследований, да, различных, скажем, пройти различных медицинских работников, но, конечно же, в доп. образование справка не требуется, но такие, скажем, детки, они должны посещать дополнительно образовательные учреждения и должны обучаться в школе, но, конечно же, я понимаю, Наталья, у вас есть сложности как бы в обучении данной категории детей, почему, потому что с ними должны работать подготовленные специалисты, вот вы же прослушали сейчас, да, теоретическую часть, то, что каждый ребенок, он индивидуален и он как бы развивается по своей индивидуальной траектории, как бы мы не пытались различные специалисты как-то его откорректировать и как бы повести по одному направлению, это не получится, почему, потому что в процессе развития данного расстройства могут возникнуть вторичные, третичные какие-то последствия, то есть здесь что можно как понять, что у школьника раз, вы можете в интернете это есть расстройство аутистического спектра, вот если мы берем ребенка в раннем детстве, от года до трех, можно даже новорожденного до года, есть определенные симптомы, они прописаны, но если до трех лет там есть определенные ярко выраженные семь симптомов, по которым как бы можно предположить, что у ребенка как бы есть расстройство аутистического спектра, но это расстройство подтверждают только медики, даже психологи, даже клинические психологи, вот мы дефектологи, логопеды, мы не имеем права ставить данный диагноз, да, мы видим какие-то там отклонения, нарушения, мы можем поставить психологический диагноз и далее соответствующий орган, где это требуется, его передать, но ни один родитель вам не скажет, что у ребенка есть допустим подтверждение расстройства аутистического спектра, почему даже в школе такие справки многие родители не предоставляют, почему они считают, что их ребенок обычный, как и все, и думают, что в будущем это может не очень хорошо отразиться на их ребенка, но в действительности чем раньше будет поставлен диагноз, тем, скажем, лучше для ребенка и родителей, почему, потому что с ним будут заниматься специализированные, специалисты, специально обученные, потому что те учителя, которые привыкли работать с нормативными детьми, им очень сложно работать, да, они могут как бы определить, что ребенок с расстройством аутистического спектра, а что с ним делать дальше, для этого нужны специально обученные специалисты, но я из своей практики вам могу сказать, что я занималась, консультировала детей с расстройством аутистического спектра, почему многие родители не говорят об этом диагнозе, не то, что они скрывают, да, но они всячески пытаются как бы помочь своему ребенку, и вот допустим опыт работы, как бы я могу сказать, что в 2015 году ко мне обратилась женщина, у которой у ребенка расстройство аутистического спектра, она, конечно, на первичном как бы консультировании мне об этом не сказала, но ребенок вошел, 12 лет девочке было, вошел в кабинет и по определенным симптомам я определила, что может быть у ребенка, но запрос был один, вследствие как бы беседы, консультации, мама как бы мне сказала, какой диагноз, но здесь была колоссальная работа проведена именно мамой, она уехала из города, родила ребенка и до года она определила, что с ребенком есть что-то такое происходит, но что ребенок у нее скажем имеет какое-то отклонение, а какое отклонение ни один медик как бы ей не сказал, муж в соответствии как бы ушел из семьи, потому что понял, что ребенок нездоров и как бы не хотел воспитывать, мама до трех лет помогали ей ее родители, а потом она уехала в специальный город, где есть специализированные центры, где работают в данной категории детей, где-то два года я вела эту семью, эту девочку, потом они в 14 лет ко мне приехали, там в течение двух лет была колоссальная результативность проделанной работы не только мамы, но и специалистов, которые с ней занимались, в результате, когда в 14 лет она приехала, она обучалась в гимназии, в гимназии никто не знал о ее диагнозе, ребенок полностью социализировался при помощи мамы, там специальные, вот кто работает сразу, да, вы знаете эти напоминалки звуковые, там по телефону напоминалки, то есть дорога, как продвигаться, да, дойти до школы обратно, там музыкальная школа, но этот ребенок, как бы он на самом деле социализировался, успехи были значительные, девочка, интеллект не нарушен, девочка отличница, музыкальной школе там занимается, еще в различных кружках, но вот такие успехи были благодаря маме, мама говорила, что там на четырех работах работает, все эти, как бы, соблюдает все предписания медицинские, и помимо этого там специально, со специалистами занимаются, но девочка, скажем так, вот, результат был, то, что если родители вовремя начинают работать, помогают специалистам, то такого ребенка с расстройством аутистического спектра, конечно же, можно оказать ему помощь, чтобы он как бы социализировался, адаптировался, но таких примеров немного, но они есть, здесь особое усилие, конечно, родителей, родителям нужно принять, помочь им принять, что ребенок, да, действительно особый случай, и это заболевание неизлечимо, и специалистам как бы даже и не нужно говорить родителям о том, что как бы можно излечить, заболевание неизлечимо, единственное, что мы можем помочь ребенку именно адаптироваться и помочь раскрыть его потенциал, потенциал и социальный, обучить социальным навыкам. Социальным навыкам. Ну, здесь вот заключительный вопрос, да, индивидуально адаптированные подходы к обучению. Здесь все зависит от адаптированных программ, то, что закладывается в программы. Опять же, нужно индивидуально с каждым ребенком навыки решения проблем. Это категория детей, допустим, мы их можем научить умение, даже самое простое возьмем, да, завязывать шнурки. Это очень проблематично для детей, да, он может обучиться, но вот что-то может случиться, и он резко как бы этот навык теряет, и потом нужно по новой его что делать, обучать. Навыки решения проблем, это, конечно же, не за месяц ребенка можно обучить, но потом могут быть какие-либо там, скажем, возникнуть какие-то ситуации, когда ребенок отходит назад, могут появиться какие-то, скажем так, нежелательные последствия, прогрессирующие. Так, каким специалистам нужно направить ребенка с родителями, если психолог видит, что у ребенка отклонения имеются, а родители отрицают. Но психолог, как бы мы не имеем права говорить о том, что, да, вот у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, на нас в суд могут подать. Почему? Потому что этот диагноз устанавливают только медики. А если вы видите школьный психолог, или как здесь психологи разные, да, ну, мы можем что, рекомендовать обратиться к медикам сначала к педиатору, да, если, допустим, родители с ребенком непосредственно к психологу пришли с каким-то запросом. там нейропсихологи, да, нейропсихологи могут как бы заключение подготовить, но опять же здесь, если родители отрицают, но только медицинские работники, только медицинские, а потом дальнейшее, когда есть диагноз, тогда мы уже можем работать с остальными специалистами. Они эти как бы подходы междисциплинарные сотрудничества, они разработаны, они есть, они применяются, они вот почему эти адаптированные программы-то составляются, потому что все специалисты работают как бы вместе. Все программы не направлены. Так, Наталья, даже если я подозреваю, что у школьника раз, я могу применить рекомендуемые приемы. Здесь, Наталья, вы индивидуально никак не можете применить вот то, о чем мы говорили. это в школе, в школьном образовательном учреждении создаются эти условия. Но здесь рекомендация то, что индивидуальный подход, траектория индивидуального развития. да, я понимаю вас, Юля, ни один из родителей он не примет, что ребенок нездоров, да, отказ, отрицание, такое, да. Какие меры могут быть предприняты для поддержания родителей в управлении стрессом? Ну, здесь, как я уже говорила, да, вот, когда разрабатываются эти программы, там есть курсы для родителей, обычно родители и папу и маму, да, обучают, как вести себя, да, как управлять собой при воспитании ребенка, при обучении. Здесь, как бы, я не могу проговорить, почему, потому что есть специальные приемы, которым обучают родители при помощи, там, тренингов. Родителям, конечно, нужно обратиться к специалистам, да, к специалистам, почему, потому что и обращаться нужно нужно к специалистам, которые конкретно знают проблему, да, они работают с этой проблемой, они обучены, даже вот возьмем наш университет, да, мы когда преподаем определенные дисциплины, если специалист, скажем, не знаком с этой проблемой, только теоретически, он может рассказать теоретически, а специалист, который практик, он уже студентов обучает непосредственно практическим умением работать, прослушав, скажем, один вебинар, мы не сможем помочь ребенку, но если у вас в группах есть, есть такие дети, да, вы предполагаете, что у них может быть расстройство аутистического спектра, здесь нужно, конечно, обратиться к руководству, а там руководство уже определяет, какую комиссию направить ребенка, почему нужно, потому что ребенок просто сидеть и обучаться по обыкновенной образовательной программе, этого делать, скажем так, нельзя, почему, потому что им нужна индивидуальная образовательная программа, иначе результатов не будет, и время будет упущено, и впоследствии ребенку даже, наверное, и невозможно будет, если пройдет очень длительное время, невозможно будет ребенку как бы восполнить то, что упущено, поэтому чем раньше мы начинаем работу с данной категорией детей, тем как бы результат будет выше, лучше. Спасибо за как бы вебинар, за вопросы, до свидания.